МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стало известно об очередном задержании наркозбытчика. Сколько там штук? С Москвы приводит, да? Чтобы здесь наложить, да? Какой там наркотик? Сколы. Еще что-то здесь? Есть еще что-нибудь? Нет. Машину Киарио наркополицейские совместно с инспекторами ДПС остановили на 224-м километре трассы Балтии. У 30-летнего водителя при личном досмотре обнаружено 70 свертков с героином. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. О предотвращении распространения наркотиков на Верхневужской земле говорили 2 февраля в Тверской епархии. Мы сегодня хотели бы поговорить о таком вопросе, как наркомания, наркозависимость среди молодежи, среди подростков. Пастерская озабоченность, прежде всего, и, конечно же, инициатива нашего Тверского отделения Всемирного Русского Народного Собора является и причиной нашего сегодняшнего собрания озабоченности как раз в отношении этого вопроса. Разговор был принципиальный и долгий. Со своим видением решения проблемы распространения наркотиков в молодежной среде выступили все приглашенные на круглый стол. Руководство УФСИН, сотрудники полиции, представители спортивных федераций, члены общественного совета регионального УФСИН, депутат Государственной Думы, заместитель начальника управления образования Твери, представители духовенства. В обсуждении проблемы коснулись социальных вопросов. 19 марта на заседание бюджетной комиссии в СКО, которое провел наш губернатор Михаил Шерденьев, был рассмотрен вопрос о индексации стипендий. По новому нормативу размер академической стипендии равен 540 рублей, а до 810 рублей увеличатся социальные стипендии. Но это федеральный уровень, мы это понимаем. Вот исходя из этого, ну, задается вопрос, да, как на 540 рублей студенту можно прожить в наше время. В то же время областная столица пестрит уличными предложениями о другого вида заработки. И надписи эти появляются не только на заборах, но и стенах учебных заведений. Дельцы от наркобизнеса знают, чем смутить неокрепшую подростковую душу. Как оперативно убирать подобную наркотическую рекламу? Вопрос пока открыт. Еще одно предложение использовать как фундамент профилактической работы с детьми, существующие в школах уроки безопасности жизнедеятельности. Ввести факультативные часы для родителей. Роль семьи в воспитании подростка пока никто не отменял. Чтобы родители понимали, что существует некий алгоритм поведенческого фактора, когда дети начинают себя вести определенным образом, или у них появляются откуда-то деньги, или у них появляются откуда-то предметы, которых раньше не было, которые родители не покупали. Что нужно в этот момент забить тревогу и, наверное, проявить интерес, а, собственно говоря, откуда они взялись и чем ребенок занимается. Нет ответа на вопрос, как оградить детей от деструктивных контентов. Где открыто популяризируется употребление наркотиков, как утёк, это праздная жизнь, это дорогие автомобили, это деньги и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, дети это смотрят, они это впитывают, и у них отпадает частичное желание учиться, добиваться чего-то, работать, зарабатывать деньги, а пытаться получить вот таким легким причем. Ситуацию по распространению наркотиков в регионе многие участники круглого стола называли критической. А вот статистика. На конец 2021 года по наркотической 228 статье Уголовного кодекса в исправительных учреждениях области отбывают наказание 2219 человек. Из них в возрасте от 20 до 25 лет – 290, от 26 до 30 – 420. В то же время в следственном изоляторе находились 11 несовершеннолетних. Это действительно, это больше трети всех задержавшихся в нашей системе. Сейчас в Тверском следственном изоляторе находится одна несовершеннолетняя, 17-летняя девушка. Она у нас с сентября уже находится, она до сих пор не понимает, почему она здесь. А судьба очень такая простая. Неполная семья, родители развелись, она закончила 9 классов, вот только поступила в колледж с какими-то мыслями о будущем. Ну, как всегда у нас бывает. Молодой человек, который у нас, ну, который постоянно принимал соответствующие препараты, и он подбил ее к тому, чтобы он не работал, у нее, соответственно, тоже не было клик, он подбил ее к тому, чтобы она, соответственно, образом начала заниматься со стороны. Полиция сработала, девушка задерживалась, находится в изолете. Поломалась судьба. В патрульной службе мы будем продолжать цикл сюжетов о судьбах молодых людей, чью жизнь сломали наркотики. И теперь они отбывают срок в местах лишения свободы. А потому наша общая задача – уберечь детей и подростков от рокового шага в бездну. Предложений, как эффективно это сделать, на круглом столе звучало немало. Депутат Государственной Думы Юлия Саранова назвала фатальной ошибкой отказ от приобщения школьников к труду. Почему возникают легкие деньги? Потому что не уважается труд. Деньги – это вознаграждение за труд. А распространение наркотиков, да, то есть считают, что это позор, и все наши дети должны знать, что это позор. Это позорная деятельность, и ты должен быть просто изгоем общества. Если ты такой деятельностью занимаешься, и это не труд, за это не должны платить тебе деньги. Разговор на 4-й в Тверской епархии будет обязательно продолжен. В том числе в одном из выпусков программы «Тема дня». Ждем ваших предложений.